Штаб по комплексному развитию региона прошел в новом формате. Губернатор Сергей Морозов подписал распоряжение. Согласно документам, все совещания проводятся в дистанционном режиме. В очном формате заседали только глава области и его заместители. Остальные члены правительства участвовали в штабе в онлайн-режиме. Заседание губернатор начал с темы коронавируса. Глава области поручил провести проверку по факту вылета министра агропромышленного комплекса Михаила Семенкина и главы администрации Чердоклинского района Марии Шпак за границу на частном самолете. Информация о Ваяже появилась в ряде областных СМИ. Провести сплошную проверку выезда этих двух руководителей правительства и муниципалитета за пределы Российской Федерации. Как выехали, на основании чего выехали, оплачивали, не оплачивали, так сказать, и так далее, и так далее. Масса вопросов, которые должны быть незамедлительно найдены. Ответ. Служебная проверка должна быть незамедлительно проведена и представлена мне до конца недели. Губернатор в очередной раз порекомендовал всем ульянцам не покидать территорию страны. В первую очередь это касается чиновников. По словам Сергея Морозова, в это тяжелое время они должны служить примером дисциплинированности. Тем не менее, государственные служащие в этом году существенно затянули пояса. Отказ от командировочных, сокращение расходов на содержание госаппарата и транспортные услуги. Основные статьи экономии. Таким образом, Сергей Иванович, 57,3 миллиона рублей мы имеем возможность перераспределить и направить на мероприятие по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территорию Ульяновской области. Тема передвижения продолжилась с предложением создать единую транспортную инфраструктуру в Поволжье. Это позволит расширить географию доступных перевозок на соседние регионы. А в самом Ульяновске будет внедрен проект «Карта-тройка». Она позволит комфортно пользоваться различными видами городского транспорта. Одно из интересных решений то, что эта карта позволит пользоваться общественным транспортом в городе Москва. То есть не нужно будет приобретать, кто посещает Москву, дополнительные какие-то карты проезда. Транспортную карту предлагается начать внедрять с 1 января 2021 года. Пополнять ее можно будет любым удобным способом, как с телефона, так и с банкомата. После рассмотрения транспортных вопросов вновь вернулись к главной теме. Руководитель области озвучил ряд федеральных новостей в связи с пандемией. Также в дополнительной помощи, как был отмечен, нуждаются люди, у которых течение болезни не требует госпитализации. Они лечатся на дому под наблюдением врачей. А раз так, то их надо обеспечить необходимыми лекарствами, причем бесплатно. На закупку препаратов решено направить из федеральной казны 5 миллиардов рублей. Кубинатор дал поручение проследить за тем, чтобы все необходимые лекарства дошли до отресатов. Кроме того, глава области поручил создать дистанционный центр мониторинга лечения больных. Учреждение будет наблюдать за контактными лицами и оценивать здоровье заразившихся по телефону. Появится центр лекарственных консультаций. Он будет сообщать о наличии препаратов в той или иной аптеке. Но особое внимание Сергей Морозов уделил учреждениям общественного питания, которые не соблюдают действующих ограничительных мер. Вчера мне в фотографиях рассказывали мои знакомые, как отдыхают молодежь в шипрах, в матрешках после 10 часов вечера. Прошу прощения, что мы здесь некоторые пустое приложение. Вот так как он смекально лоббировал, давайте, давайте, давайте откроем их, давайте откроем, тогда уйдите, давайте быстрее документы. Либо мы всех тогда закроем. Либо тогда наводите порядок, потому что внешне закрываются, но по звонку, так сказать, там открываются и толпы забегают туда, толпы выбегают оттуда. И так почти, так сказать, до позднего ночи, так сказать, до утра. В ближайшее время список мер по борьбе с пандемией коронавируса собираются расширить. Поэтому учреждением общепит лучше не рисковать, чтобы не попасть под запрет, предупредил губернатор. Кроме выселительных заведений, глава области напомнила о социальной дистанции в пунктах приема платежей за ЖКХ. Сегодня только соцсеть аж трещит с фотографиями со всеми. Очередь в расчетно-информационный центр на проспекте Тюленина. Ну вы куда вы смотрите? Смотрите, какое количество людей. Это показано на фотографии, там десятки стоят людей, десятки. Там пишут, кашляют, рассказывают о том, что с температурой стоят. Ну как же мы тогда готовились? Профильному министерству поручено в очередной раз проработать вопрос исключить возникновение толпы у пунктов приема платежей. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости Улправда ТВ.